Как говорится, всем привет! Пришла мне вчера, нет не вчера, пару дней назад посылочка с одним штативом. По нему чуть позже. Сейчас для начала хочу немножечко рассказать, показать еще парочку вещей, которые используются для съемки видео. Одна вещь в данном случае эксплуатируется, снять ее невозможно. На ней закреплена камера, переключена к дереву, используя вместо штатива, но потом прикреплю в конце отдельно, когда уже распакую штатив, расскажу. В качестве подобного кролика на штативах сегодня будет бокс, постоянно им пользуюсь, бокс пиликейс американский, очень классная вещь, давно купил, будет сегодня просто автоаппарат. Снимать второй камеры у меня нету, поэтому как все выглядит на штативах и на ту вторую вещь, кое-что покажу, надо хоть что-то прикрутить, но будет сегодня. Вторая вещь, которой постоянно нынче пользуюсь, когда под рукой нет штатива, это я уже пользуюсь месяца два-три, вот это селфи-палка известная в простонародье. Ну, как бы, в данном случае это больше монопод. Ну и как селфи-палка тоже сейчас используется. Вот, мне очень нравится китайская эта контора, называется, только тут буквочки Y еще не хватает, о, да, ручка немножко слезла. Юнтэнг, вот, по меркам китайского товара очень даже неплохого качества. Вот. Эту палку, во-первых, сделано из классного алюминия, вот, профилированные, не просто трубочки, а профилированные. Вот, раскладывается на несколько колен, соответственно, как любая палка. Вот, защёлочки. Три защёлочки. Очень жёсткая удочка, не трясётся ничего. Верхняя головка, степень свободы имеет, вот так. Здесь стандартная резьба с болтом, собственно, не помню, где целеделение. Прикручивается, очень просто. Берём, и этим болтом прикручиваем камеру, или фотоаппарат. У него в комплекте насадочка для телефонов, но, конечно, съёмка на телефон пол нога. Вот, ну, выглядит примерно так. Можно повернуть, как говорится, как угодно. Как говорится, если хочется сделать селфи, пожалуйста. Рассчитан на очень большую нагрузку, зеркалку держит спокойно, очень прочная, три колена, никак не прокручивается. То есть, если нужно сделать какую-то круговую съёмку, для чего я использую. Вот, или поднять наверх над собой, как-то снять. Я на гуси на годы использовал часто. Очень классно, удобно. Ну и, соответственно, если нет под рукой штатива, ставим камеру ровно. Вот. И у нас, соответственно, это монопор. Как обычный монопор. Очень классный. Если что-то надо снять, тоже зашибись. Вот. Что-то, по сути лет, палка очень крепкая, классная, мне нравится. Вот. Как говорится, описание будет под видео. Вот. А сейчас я хочу больше рассказать о посылке, которая мне пришла на днях. Пока открутим. Положим на место. На пудик. Мне очень понравился. Вообще, реальная штука. Стоит недорого. Относительно. И на долгое время будет служить. Вот. А сегодня. Ушла китайская. С моноподом той же конторы. Юнтэнк. Вот. Сейчас мы это дело распакуем. Посмотрим. Взвесим. Пощупаем. Потрогаем. Как говорится. Сам еще не разбирал. Ну. Кое-какие обзоры я в интернете смотрел. Как бы народ хвалит. У фирмы тоже, что и Юнтэн. То есть, на самом деле, монопод тоже фирмы. Качество монопода не очень сильно устраивает. Я думаю, что это должно быть не хуже по качеству. Китатель заявляет, что есть хитрая плавающая головка. Это мы тоже проверим. Я сижу на фоне озера. Бережная Каменка. Калининградской области. Сегодня у нас 23 октября. Вот. Вчера я тоже здесь был. Но приехали мы строить баню. Вот. С большим-большим трудом баню построили. Вот. Камни так в округе-то собирали. Ну. Пошел у нас в области первый раз снег. Вот. Промок я насквозь. Немножко потянул спину, пока камни таскал. Эту баню. Вот. Кто-к подписан на канал знает, что один из этой бани уже испытывал. Трюсичную. Молую державейку. Вот. Мы испытывали ее второй раз. Вот. Погодка подлилась. Дождь шел весь день вчера. Потом перешел снег. Потом опять дождь. Потом опять снег. Вот. Сегодня приехал забрать баню. Ну. Решил по дороге тут. Очень красиво. Осенний лес. Вообще. Там вот озеро. Потом покажу. Когда буду тест штатива делать на плавность поворота вверх-вниз. Вот. Покажу. Очень красиво. Осень золотая. Такая вообще шикарная. Баню надо забрать будет сегодня. Народ попарился мне вчера. Я замерз. Уехал. К сожалению. Ну ладно. Криславлим это доставка службы СПСР. Довольно быстро. Упаковочка. Вот такая. Ну. Чуть-чуть помятая. Хоть и служба доставки такая из недешевых. Ну. Китайская. Хотя всё упаковано в этот. Пупырчатый такой. Очень плотненько. Ну. Я думаю что внутри поврежденного ничего не будет. Посмотрим. Еще раз. Вот. Такая модель. ВСТ 668. Видео штатив. Он позиционируется именно как видео штатив. Ну. Ничто не мешает. Конечно. Использует как фото штатив. Естественно. Так. Вот такая сумочка. В принципе. Не скажу что большая. Не скажу что маленькая. Вот. Я штативы всё время. Вот. Как-то. Несколько раз брал в поход. Все штативы которые у меня были. Ни один не доживал. Вот. Штатив такая вещь. Особенно когда идешь в пеший поход. Не выживает. Ломается. Обязательно. Вот. Пытался взять себе сначала легкий. Еще раз. Опять же для походов. Ну. Замечал все время при видеосъемке. Что на легкий штатив без плавающих головок. Ну. Снимать панораму вообще. Ну. Полчаса одну дергу мой. Неинтересно. Хорошо. Перейдя на новый уровень. Качественный. Недорогой. Штатив в принципе. Я не помню сколько стоит. Что-то в районе 3000 рублей. Вот. Как бы за свои деньги должен быть качественный. Посмотрим. Ну. Давайте сначала взвесим. Такие вот китайские весы. Ну. Без разницы. Такие не будут. Ну. Без упаковки. Вместе с чехлом. Так. Сколько получается у нас. Кило 380. Да. В принципе нелегкие. Для похода. Обычный предел это грамм 700-800. Не более. Вот. Но. Как говорится чудес не бывает. Качественную вещь. Легкую сделать невозможно. Ну. В принципе. Ну. Мне размер нравится. Чехольчик такой. Размерчик такой небольшой. Ладно. Достаем. Чехольчик пока в сторону. Так. Упакованную. Чехольчику. Выкидываем. Так. С лейбочкой. Красивой. Так. Какая-то тут китайская инструкция. Надо бы нахер не нужна. Просто. О том что это штатив. Интересного нет. Так. Эту бумажку мы тоже отсюда пока снимем. Так. Угу. Ну. Качество литья. Изготовление. Пластика. И всего остального. Как бы пока претензий нет. Все очень красиво. Вот. Так. С крючком. Вот. Я слышал обзоры некоторые читал. Что кто-то специально заказывает нижний крючок. Для противовеса. Здесь он уже есть. Хотя я не просил. Хорошо. Дальше. Шайба. С фиксацией. Чтобы они не съезжались. Не разъезжались ножки. Туда-сюда. Вот так все так ходит. Четко никаких люфтов пока. Блин. Пока нравится. Так. Головка. Ну стандартно. Три. Такая плавненькая. Такая прям. Чувствуется в ней как будто какой-то вес. То есть нельзя ее просто взять и резко дернуть. Что влево, что вправо. Так. Плавненько. Вот. Здесь фиксируется положение вверх-вниз. Вот эта крутилочка вторая. Это положение лево-вправо фиксируется. Чтобы она не шевелилась. Вот. Есть вертикальное положение по идее должно быть. Да. Если это аппарат использует. Вертикальное положение тоже есть. Так. Площадка у нас симметричная надеюсь. Да. Площадка стандартная. Квадратная симметричная. Вставить в любое положение можно. Можно вот так. Вот. Можно развернуть. Поставить другой стороной. То есть если это для фотоаппарата удобно. И не только фотоаппарата. Так. Ну попробуем его раздвинуть. Так. Профиль квадратный. Не круглый квадратный. Так. Фиксируется. О. Люфтов вообще нет. Ничего не гуляет. Отлично. Надо разберем дальше. Так. Ножки. Резиновые. То есть мягкая резина. То есть для. 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 Расположение на. Поверхности. Прямой. Неровной. Будет удобно. Но где-то. Если в горах. На камне. То может быть. Будет не очень. Ну хотя. Время покажет. Вот так вообще на любое поверхность. Должно стоять. Стоять. Качественно. Высоту я мерить не буду. Есть в описании. Там все четко. Вот. Попробуем поставить. Сейчас. Закреплю сюда фотоаппарат. Для наглядности. Снимем площадочку. Снимается легко. Вот. Ну. По ощущениям. Вот. Головка. Плавная. Такая. Туговатая. И. Еще. Не знаю. Сейчас. Посмотрю. Посмотрю. Вот. Закреплю. Вот. Между. Положением. Влево. Вправо. И. Вправо. Влево. И. Когда начинаешь. проверить. Есть люфт. Как. Если. Некачественный. Когда. На руле. Машине. Туда. Слышно. На камеру. Вот. Есть люфт. Даже. Видно. Он. Почему-то. Не фиксируется. Никак. Странно. Или. Может. Что-то. Подтянуть. Посмотрим. Или. Наверное. Это люфт. Самого. Того самого. Подъемного. Механизма. А. Я. Дурак. Это люфт. Подъемного. Механизма. Я что-то не посмотрел. Это люфти. Да. Дурики. Это люфт. Вот эта штанга. Да. Я посмотрел внимательно. Здесь есть барашек. Для фиксации. Штанги. Подъемные. Вот. Фиксируешь. Все. Люфт падает. Лифт. Удобный. Лифт. Точнее. Получается. Я вешу. Ростом. Чуть меньше метра восемьдесят. Штатив поднимается. Ровно. Вот. Видоискатель фотоаппарата. Не знаю. Опять не видно. А так. Видоискатель фотоаппарата ровно мой глаз упирается. Четко. То есть под мой рост максимальный. Вообще отлично. Поворот. Вот так. Плавненько. Ощущение плавности поворота присутствует. Пока опустим. И так фиксируем. Ну так вообще блин. Надежно стоит штатив. Подножки встали на свои места. Четко. Если повесить еще сюда груз. Вообще наверное будет классно. Единственное. Ну и так надо привыкнуть. Конечно. Усилие довольно значительно прилагать. Чтобы повернуть головку влево-право-вверх-вниз. Но при этом наверное будет именно плавное движение. При этом. Сохраняться. Нет такой болтанки. В этом месте. Поэтому скорее всего будет работать все хорошо. Не знаю. Мне пока нравится. С вами как сделано все. Тут он зафиксирует дополнительно. Есть уровень. Ну как. На всех штативах. Маленький уровень. Вот это. Сейчас выставим по горизонту. Ну так. Плавненько-плавненько. Надо попробовать сейчас. Пойду сейчас на озеро. Попробовать снять видео. Не знаю. Пока нравится. Пока. Очень даже неплохо. Профиль такой. Качественно покрашено. На пластике никаких заусенцев. Все четко фиксируется. То есть квадратный прочный профиль. Не знаю какой счет пластика. Обычно пластик ломается. На походах чаще всего. Вот. Ну. Пока. Пока. Именно по качеству изготовления. Ну. У меня претензии. Скажешь что-то китайские. Кстати. Как бы и не скажешь. Ну. Это просто. Это китайский бренд. Даже как мне нравится. Китайский бренд аккумулятор в США. Тоже очень качественный. Сами элементы зарядки. Я об этом делал уже обзоры. Вот. И по этому штативу. У меня до этого были китайские дешевые. Было не сравнительно. Конечно. Хвалить. Не перехвалить хочу. Но. Пока. Мне. Очень даже все это нравится. Ладно. Сейчас сделал маленький перерыв. Пойду. Переставлю камеру на штатив. Видео. И попробую сделать. Видео. Снять. Панорамный. Вверх вниз. Лево. Право. Вот. Отключу. У камеры стабилизатор. Встроенный оптически. Чтобы посмотреть. Что это получится. Вот. Установил эту камеру. Отключил оптический стабилизатор. Попробуем панораму. Конечно. Чувствуется. Как напрягается головка. То есть. Туда-сюда ее подергать не получится. Остановка. Это. У нас озеро. Попробуем. Не знаю. Как будто вылетел на компьютере посмотреть. Вот. Такое ощущение. Что именно вот. Есть. Чувство плавности. Попробуем. Вчера. Должен глибанье делать здесь. На этом поляне внизу. Но спускаться туда неудобно. К озеру. Или перенести. Лево. Это практически максимальный зум. Вот. Максимальный зум. Вот. Это был другой штатив. Вот. Поймать. Чтобы камера не дрожала. Точку. Было тяжело. Под озеро схожу. Попробую. Там. Так. Попробуем. Круговую. Панорама. Попробуем. 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 Золотая осень, красота, да, ручка, кажется, сопротивляется, наверное, так и должно быть, чтобы не было болтанки туда-сюда. Нормально, я думаю, что для моих целей вполне это подойдёт. Наверное, если попробовать резко, быстро. Тоже, если нужно быстро сменить план, даже камера ругается, что слишком быстро везу, в принципе, не проблема, нормально. Время покажет, но пока качество штатива меня очень даже радует. Всё пока отлично. Хе-хе, коряло поставил камеру. Не по уровню. Вот так, более-менее. А вот этот лагерь, где вчера я был, строили баню. На той стороне озера народ собирается. Сейчас я пойду там забирать свои вещи. Баню саму, столы, стулья, всё остальное. Максимальный звук, практически. Народ ночевал. Надеюсь, не замёрзли. Вот мой монопод, с которого я снимал, что я говорил. Природный. С дополнительной фишкой. Скорее всего, многие эту штуку уже знают, пользуются. Вот так. Я вот не так давно узнал. Заказал и пользуюсь теперь постоянно. Вот такая вот фиговина. Называется гибкая рука, если по-русски. Крепится на любую поверхность. Круглую, плоскую. На стол, там, куда-нибудь на деревяшку, на кол. Круглую, чтобы платила развала, расход. Вот это вот. То есть, эта штука откручивается, расслабляется все крепления. И можно шевелить и выставлять в любом положении. Потом затягиваем. Всё. Получаем место съёмки в любом направлении. Как нравится. Так и выставляем. Штука прошла уже два похода. Мы крепили на неё камеру GoPro на катамаран. Вот. После первого похода, правда, все эти места сочленения, шарниры. Там шарнир, тут шарнир. Они заржавели немножко. Ну, АВД-шка. Всё сделала. Своё дело. И ещё, после всего похода, ножа оболок, сорвалась вот эта вот шайба. Она уже свою функцию не выполняет. Она сделана из пластмассы. И резьба с ней поехала. Нам будет заменить на другое что-нибудь. А так, вещь для съёмки каких-то отчётиков очень даже удобна. Ну, про неё ссылочку тоже вставлю. Чтобы, например, знаете, как называется по-китайски и можно будет купить. Стоит тоже очень недорого эта штуковина. Так что тоже советую. Разной длины бывают вот эти колени. Очень короткие, но очень длинные. Кому-то нравится. Я взял средненькую. Мне этого, в принципе, хватает. Я могу любое место закрепить. И всё. Вот. Примерно так. Так что, надеюсь, отчёт был кому-то полезен. Может быть интересен. Вот. Покупайте. Снимайте. Радуйте всех своими кадрами необычными. Вот. И всем пока. А мы погуляем немножко. Природа классная. Обещали сегодня дождь. Но вроде как с переменным успехом. Пока нормально. Сейчас пока не идёт. Погодка дала мне время снять. Хотел снимать вчера, но не получилось. Поэтому снял всё сегодня. Всем пока.